А в сборнике впервые. Дальше военно-морской музей. С другой стороны дворцовый мост перейдешь, институт восточных рукописи, эрмитаж, по морскому переулку выдерживает морской архив, центр российской национальной библиотеки, музей этнографии. На Петроградской стороне музей артиллерии, вооруженных сил и войск связи. Дальше музей политической истории. А в центре географическое общество. Это очень трудно перечислить. У нас просто целые районы, которые связаны с Японией, несмотря на то, что мы так далеко от друга. Что касается этого сборника. Там действительно много нового. Нам впервые оказали честь. Японская конструкция, японская администрация. В нашем сборнике опубликован портрет его величества императора. Теоргита, который был биологом по образованию. Который переписывался с сотрудницей нашего зоологического института. Она, к сожалению, заболела. Я ее не вижу. И нам была предоставлена такая возможность. Так что у нас есть автор, которая вела переписку с императором Японии. У нас здесь присутствуют авторы статей, которые являются потомками героев этих статей. И праправнук адмирала Головнина, и внучка, и правнук Николая Николаевича Пунина. Даже вот у нас такая уже появилась у наших сборников семейственная вещь. Так что вот это тоже новое. Одна из статей в сборнике называется «Содружество делает науку единой». Я думаю, что не только «Содружество делает науку единой», еще нас всех сближают книги. Вот вы видите, сколько вышло у нас сборников. И, по-моему, они свидетельствуют о том, что насколько мы близки между собой, независимо от того, в каком полушарии мы живем. И я, если бы мне позволено, приведу просто два маленьких примера. Вот книжка, я вам могу ее показать, я ее специально принесла. Японские народные сказки. Она вышла в Ленинграде в 1936 году в переводе Натальи Фельд, номерных эльфористов, ими известных, под редакцией Самуэла Яковлевича Маршака, с иллюстрацией на ловшина замечательного детского художника, умершего здесь локаду. Эта книжка оказалась в 1942 году на берегах реки Тобол, куда были эвакуированы два ленинградских мальчиках, и их отец присылал им иногда книги. Надо сказать, что во время войны их герои-то ходили. А сейчас я в интернете нашла информацию о том, что японский человек по имени Фудзима Туцан, он владелем типографии, он самостоятельно изучил русский язык, так как он не учился в каком-то специальном учебном заведении, а учился самостоятельно с помощью знакомой преподавательницы. И он перевел роман, на котором, во всяком случае, многие из нас выросли. Роман в какой-то степени ленинградский, хотя события происходят в Энске, на крайнем севере, в Москве, я его веду, это роман «Два капитана». И поэтому, когда ленинградские дети читали японские сказки, то сейчас японские подростки умерли возможность читать «Два капитана». Я думаю, что вот это самое лучшее, что объединяет наши народы, независимо, Россию и Коми, или Россию с какими-то другими странами. Так я хочу еще раз большое сказать авторам, которые терпели мое занудство, когда я звонила, напоминала о статьях, которые надо сдать, которые надо вовремя принести, и так далее. И еще раз всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ